ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ Человек, которого, вы говорили, почки распускаются где-то человек, я что-то его не вижу Мне кажется, ну тут таких на самом деле людей немного, мне кажется, это вы Одна из них, счастливый обладатель прекрасного голоса, это Айгуль Да Ну что, будете радовать нас? Нет Не будете радовать нас? Ну, я думаю, все-таки придется Небольшое предисловие Те, кто хорошо меня очень знают Знают о том, что с музыкой было покончено раз и навсегда 10 лет назад И для меня сейчас это первое выступление Для Жени Танин, Жени Танин, Жени Танин, музыкант Женя Приезжев, ребята Знакомьтесь Так что не судите строго, попробуем Тряхнем стариной А нам еще, если музыку, да, подложку убрать Небольшие приготовления Тишиной ночной заколдован дом Замерли стрелки часов И стирает ночь за моим окном Звуки чужих голосов То ли падает дождь То ли с крыш стекает Время знаю Сейчас ты войдешь Мой лучший сон наяву Я живу От тебя до тебя От дождя до дождя И когда встречу Прошепчу, отвечу Скажу тебе да Скажу тебе да Скажу тебе да Прошептала ночь наши имена И догорела дотла Слышу я шаги Словно тишина Капли стекла за стекла То ли падает дождь То ли с крыш стекает Время знаю Сейчас ты придешь Мой лучший сон наяву Я живу От тебя до тебя От дождя до дождя И когда встречу Прошепчу, отвечу Скажу тебе да Скажу тебе да Скажу тебе да Скажу тебе да Словно тишина То ли падает дождь То ли с крыш стекает Время знаю Сейчас ты придешь Мой лучший сон наяву Я живу От тебя до тебя От дождя до дождя И когда встречу, прошепчу, отвечу, скажу тебе да, скажу тебе да, скажу тебе да, скажу тебе да, скажу тебе нет. Достойно, по крайней мере, наши колонки. Конечно. Я хотел бы сказать, что пришел один вопрос. Пишите, задавайте нам вопросы. Кто задаст самый такой каверзный или интересный, какой-нибудь интригующий вопрос, тот получит подарок. Это пригласительные билеты на закрытый показ кинофильма «Елки-2». Итак. А я сама себе могу вопросы задавать? Конечно, конечно. Сама себе задаю, сама себе отвечаю, потому что я хочу пойти на этот фильм. Если тебе это интересно, то, конечно, мы можем послушать твой монолог. Ну, Иван. Итак, начнем сразу же с вопроса наших онлайнеров. Итак, Мария пишет, какая замечательная песня, а чья она? Такой вопрос, да. А песня точно не моя, я не буду говорить, кто чья это песня, потому что сразу захочется сравнить, а вот как-то мне не хотелось бы, чтобы сравнивать. Да, и ответ имеет просто право быть. И самое интересное, очень понравился вопрос. Вот действительно, в таком же духе креативность, мы за интерес, мы за необычность звучащих вопросов. Во всяком случае, человек первый задал вопрос, да? Да, и мне кажется, у него уже есть какой-то приоритет небольшой. Претендует на право получить билеты. Да. Смелость награждается. Так, Айгуль, скажи, сегодня, как для тебя не странно, интервью у нас с тобой, а не у тебя с кем-то, может, с нами больше сейчас с кем-то. Очень странно, мы с нами. А сколько гостей было у тебя в эфире? Сможешь вот такую статистику привести нам? Ладно, это больше ста? Ну, меньше ста, конечно. Ну, до пятидесяти, нет, подождите. Тридцать. Сколько? Каждый раз, наверное, по три-четыре гости к нам приходят. А вы знаете, мое любимое число тридцать. Ну, пусть будет тридцать шесть. Спасибо. Вам уже один раз сказали, нет, Валентин, поэтому и здесь вам, к сожалению, не повезло. Я думаю, мы уже все догадались, кому была посвящена песня, к сожалению, не мне. Соведуешься вам? Да? Соведуешься вам? Да, да. Женя Приезжева, она посвящена за то, что человек пришел, поддержал. Как все было на самом деле? Поскольку у нас вечер сегодня творческий, и все ведущие, все те, что не говорить, какие-то сюрпризы. В общем, что-то мы приготовили, и я вам, видимо, расскажу вам. Вы сегодня гость, вот вы знаете только все, что о себе. Ничего больше не знаете. И просто все дело в том, что тут же мы очень по времени, очень сжаты. И не было времени, хорошо так вот. Ну, судя по Ивану, мы не очень сжаты. Да. Мы очень обширные и добродушные. Ладно, Игуль, скажи, пожалуйста, ты ведущий на телевидении, радио, ты поешь. О каких еще талантах мы не знаем. Может, продемонстрируешь? Если не есть. Но если они есть, и ты не хочешь, можно и продемонстрировать. Нет, есть, но ты не знаешь, таланты, это увлечение, наверное. Я цветы выращиваю. Можно, кстати, продемонстрировать. Скажите, у нас достаточно времени, чтобы вырастить цветок. А, говорят, нет, к сожалению. Нет, слышите, я такая история рассказывала. На днях мы сходили с моим приятелем и купили горшок. Почему я пошла с приятелем? Потому что мне нужен был большой горшок, а вот тут самой сил-то не очень было. А в принципе не на кого было? Нет, а я его в качестве погрузчика взяла. А, погрузчика. Ну, это же понятно. Видать, большой горшок был. Видать, большой друг был с большим горшком. Поэтому, если вы вдруг выращиваете цветы, вы комнатные, дарите и приносите. Дарите и приносите. Да, я вот на память, у меня будет два горшка стоять с цветовочками от вас. Если ты выращиваешь комнатные цветы в горшках, дари и приноси. Завали меня цветами, завали. Завали меня цветами. Окей, скажи, пожалуйста, даже не скажи, а вспомни, какой-нибудь смешной, курьезный случай. Может быть, в эфире, может быть. Казус какой-то. Казус, да, связанный с моим тебе, как-никак, один месяц. Вы знаете, наверное, каждый эфир это какой-то казус, да. Ну, не знаю. Какой-то, может, самый яркий такой-нибудь момент такой вот. Можно сказать, неловкая ситуация. Ладно, так как у нас онлайн-трансляция, забывала ли что-нибудь в эфире? Ну, допустим, как мы уже несколько раз забыли с Иваном. Да нет, наверное, мне хочется спасибо сказать напарнику моему, это Федя Коловинский. Вот мы как-то друг друга поддерживаем. И не забываем, вот вы друг друга поддерживаете. Ну, мне-то можно поддержать Валентина, но вот ему еще надо позаниматься спортом, чтобы... Чтобы поддержать Ивана. Чтобы начать меня хоть и изредка поддерживать. Ладно, ну, теперь такой вопрос. Вот такой вот вопрос. Скажи, какая любимая зона студии? То есть это пуфики, ноутбук, сцена? Нет. Не сцена точно, пуфики. А почему не сцена точно? Ну, не знаю. Я некомфортно себя чувствую, правда. На сцене? Да. Там гости к нам приходят, там у нас все самое интересное. Комфортное, уютное. Да, мы с Федором делим эфир, мы разделились, он отвечает за интерактивную часть, он общается с нашими онлайнерами, а я там с гостином. Ну, то есть, я так понимаю, тут топ-3, от жесткого к мягкому, сцена самой нет. Сцены нет. Не посидеть, не подлежать. Некомфортно, да. Какой-то официоз, сцена это все-таки не расслабится, грубо говоря. Интерактивная зона, ну, хотя бы есть на чем посидеть. А тут в пуфике, эй, завалился, ты там сидишь. Да, еще и одноцветная. Ну, хорошо, и теперь, наверное, самое такое непривычное сейчас для тебя будет просьба, опять же, потому что говоришь ее не ты, а попрошу сказать. Да, я понимаю, о чем речь. Да ладно. Нет, подождите, подождите, ребята, у нас, и это рано, рано, рано. Потому что мы видели, когда вы начинали, когда вы были ведущей, у вас было такое интересное задание для ваших гостей. Вы брали чудо-прибор, чудо-незамысловатый прибор, на самом деле. Спасибо режиссерам большое, спасибо. Спасибо китайцам, да, кто фейнбол придумал, возможно, им. Да. И жителям Санкт-Петербурга, которые ее сделали. Санкт-Петербургские заводы по изделию ракеты. Ну, в общем, я даже знал, что у вас какие-то там рекорды были. Я думаю, мы сегодня тоже сделаем какую-то определенную турнирную таблицу. Да, кто сколько набьет, это все мы закрепим и запомним. В общем, будут задаваться вопросы, но я думаю, с правилами вы знакомы. Но десяточку мы считаем. Почему десяточку? Нет, как можно больше. Нет, десяточку мы считаем, а просто, чтобы обойти в куражник сказать. Да, да, да. А потом всякими... Просто ты здесь, здесь микрофон. На самом деле, рекорд был за 300. Я думаю, отлично, сейчас возможности его побить. Поэтому десяточка, это очень мало, на самом деле. Так что надо побить каким-то образом рекорд за 300. За 300? Да. Ну, приступим. Попробуем. Пять, шесть, семь, восемь. Айгуль, скажи, какое твое любимое животное? У меня нету влюбленных животных. А цветок? А цветок орхидеи очень люблю. Хорошо. В общем, один молодой человек обещал мне их, чтобы подарить. И так и не подарил. Это какой-то даже камнепад в чей-то огород был. Да, да. Продолжим. Тут вопрос от наших онлайнеров. Подкидываем немножечко. Устала ручка. А, все это против правил. Итак, Айгуль, кто самый любимый у тебя из гостей? Поехали. А кто спрашивает? Можно узнать. А, спрашивает незнакомка, незнакомка. Незнакомка, три, три, два. Так и написано. Мне кажется, тут знаете, из разряда тренер играет лучших игроков. Человек, который проводил таким конкурсом, идеально знает всю систему. Так, давайте теперь без остановок. А он даже не подлетает. Это какой-то заколдованный мячик. Да. Ваня, ты опять делал варенье? Здесь, знаешь, прилипает. К ракетке. О, чудо! Он подскочил. Возможно, будет секретом для вас, но суть конкурса была, как можно больше набить, нежели как можно дольше продержать его. Нет, если бы я вот на эту сторону, если бы я на эту сторону, тогда было бы. Мы придумали круто, ведь это созданный нами конкурс продержать как можно дольше мяч на ракетке. Не набить. Вы понимаете, смекалистая. Молодец, Аюля. Спасибо. Возвращаем. Ага, хорошо, спасибо. Ну и мне кажется, вот сейчас настал тот момент. Настал тот час, друзья. Этот, наверное, ради которого можно даже встать. Я только села. Ладно, давайте я встану. Мы даже делаем так. Ну, ты в курсе, думай, какие слова говорить. Я Айгуль Рахматулина. Кто, кто я? Я Айгуль Рахматулина. Смотри Майо ТВ, будь в сети. И вот, будь в сети, вот давайте вот так вот выделим пальцем. Ну, ты узнаешь, наверное. Я Айгуль Рахматулина. Смотри Майо ТВ, будь в сети. Майо ТВ. Майо ТВ. Ежедневно с 6 до 10 вечера.